Актуальная тема Благодаря чему это удалось достичь? На сегодняшний день мы сами приятно удивлены этой новостью Потому что проведена колоссальная работа по закладке икры Это 510 миллионов, более полумиллиарда икры Уже заложена инкубация, уже находится в аппаратах Большереческого и Селенгинского завода Это икра всех популяций, всех трех Она собиралась и в Баргузинской долине на реке Ина Была перевезена сюда на дальнейшую инкубацию Она собиралась и по реке Селенга Тоже она перевезена на Селенгинский завод, который находится в поселке Листвиничное И также это, конечно, наш флагман Это Большереченский рыбоводный завод В посольском сыру было собрано больше всего производителей омуля И закладка еще продолжается Я думаю, что еще миллионов, 20-30 по икре мы доберем И сможем эту икру удачно проинкубировать Довести до весны И благополучно выпустить ее в водоемы Байкальского бассейна Для сравнения, почему это рекорд? Ну, скажем так Нам заводы пришли в 2016 году Раньше они принадлежали акционерному обществу И там шел спад по заготовке икры Ну, мы знаем, что минимальная закладка была в 2016 году Это всего было 55 миллионов После того, как заводы передали глав рыбводу Мы с новыми силами, с новым взглядом взялись за это дело И первое, что было сделано Это, конечно, были поменены места отлова производителей То есть, раньше икра заготавливалась Ну, так называемая, допустим, если брать по большой речке Там Нобильская гриви Это достаточно высоко вверх по течению реки И, конечно, пока рыба доходила до туда Там большое количество и браконьеров ее истребляло И достаточно сложные там миграционные пути у нее были Мы сейчас взяли на себя такую смелость, ответственность Которая сейчас уже, да, понятно, что дает положительные результаты Мы спустились гораздо ниже и перекрыли не в самой реке встали А как раз где большой и малый посольский сор Там есть такая местность под названием Ярки Вот в районах Ярков у нас стоят наши орудия лова, стоит бригада То есть, мы не даем рыбе проходить ни в малый сор, ни по реке Тем самым мы отрезали большую часть возможности для браконьеров Конечно, в большом посольском сору люди пытаются поймать Выбить это маточное стадо Но в этом году были предприняты достаточно серьезные меры По охране, это, конечно, и рыбоохрана принимала участие Лично Громаев Роман Сидич достаточно часто выезжал Как бы это исполняющий обязанности руководителя Ангара Байкальского теруправления И, конечно, МВД, то есть Росгвардия принимали участие Тоже Олег Филиппович Кудинов, он достаточно трепетно относится Тоже следит за всем, что происходит с Омолем И тоже большое спасибо, что были выделены силы достаточно большие Которые помогли и оказать и физическую поддержку И, конечно, полиция принимала активное участие ГИБДД, то есть дежурила на трассах Полностью все машины досматривались И даже браконьеры столкнулись с таким фактом Даже если где-то они смогли добыть рыбу Но они не могли ее ни вывести, ни реализовать То есть что провести, потому что посты ДПС дежурили достаточно много И, конечно, была проведена проверка Полностью, проводилась проверка полностью всего автотранспорта Вот, в чем еще плюс вот всей этой работы, общей работы, да То есть это совместные усилия Ну и, конечно, пролисты Республики Бурятия Тоже в лице Министерства сельского хозяйства Черепов до Баших Жилищ тоже достаточно активно принимал участие Поддерживал во всех этих вопросах Нас во всех на протяжении всей заготовки производителей И все специалисты То есть у нас был такой самоконтроль, да То есть на наших пунктах отлова дежурили нацгвардия То есть это, во-первых, позволяло там какие-то, может быть, нарушения Допустим, со стороны рыбаков, да, скрыть Также дежурила полиция на пунктах отлова То есть полностью все контролировалось И мы чувствовали свою безопасность в том, что на пункты не будут Там в прошлом году у нас, допустим, в позапрошлом году были совершать нападения определенные пункты Тоже рыба была там, и садков похищены, и все остальное Но в этом году полностью все удалось избежать Ни одни сотрудники, ни рыбоохраны, никто, в принципе, не пострадал Все, дирестовая компания уже именно по отлову производителей подошла к концу В принципе, все отловы уже прекращены Сейчас просто идет сбор икры То есть результат достаточно хороший Ну и почему, можно сказать, что вот эту рыбу Почему такой результат еще по закладке Конечно, эту рыбу, во-первых, не взяла промышленность Потому что промышленность все равно работала Они все равно, как бы, ну, свою там Долю квот, которая на них выделялась, они, конечно, ее заготавливали В этом году этого ничего не было Рыба спокойно прошла свой миграционный путь И пришла на нерест Про промышленность чуть позже Вы в своей речи сказали о том, что работали сотрудники МВД, Росгвардии, ГИБДД Это такой перекрестный еще контроль друг за другом был? Это, ну, с одной стороны, это было больше, конечно, наведение порядка на водоемах В связи с запретом, в связи с нерестовым периодом Ну и, конечно, все равно друг друга контролировали Чтобы где-то в какой-то степени друг друга поддержать И помочь там и физической где-то силой И другими средствами там С чем связываете столь большое количество икры? Которая сейчас находится на заводах С тем, что вы просто ниже стали отлавливать производителя Либо с какими-то другими факторами? Ну, вот я уже начал говорить Один фактор, конечно, я так считаю, самый основной Это первое, что, конечно, промышленность не ловит Сократился пресс браконьерства В любом случае, то есть, да, остались браконьеры Но основная масса браконьеров, они все равно уже, ну, многие уже попались Да, там, забираются и орудия лова И транспортные средства, и средства передвижения, там, лодки, моторы То есть, этим самым, конечно, выводятся Некоторые люди просто как бы, ну, тоже не хотят искать Потому что можно же и не просто, а и уголовное дело получить Вот, то есть, большая часть браконьеров тоже отошла тем самым Открыв пути для того, чтобы рыба спокойно поднималась Одним из вопросов в том, что невозможно вывезти рыбу Даже если ты ее поймал, да, ну, вот, допустим, у нас по дельте Селинга Все знают, какая дельта, она там, можно рыбу поймать, спрятаться Те никто никогда не найдет Но вывезти ее по дороге уже, как бы, достаточно сложнее И никто уже не везет А самое главное, вот тоже очень серьезная была работа Проведена там силами, там, и по линии МВД, и по линии других спецслужб, да Что закрыты и еще в том году были все холодильники, которые принимали эту рыбу То есть, в этом году, в этих холодильниках, ну, рыбу уже люди не принимали Уже достаточно, как бы, это опасно И это тоже сыграло большую роль, что рыбу просто даже некуда продать Даже если ты ее поймаешь, и браконьеры уходят с водоема Откуда рыба в магазинах появляется? Сейчас омуль, в принципе, и в ресторанах, и в торговых сетях он есть Ну, у нас, во-первых, есть же один легальный источник поставки рыбы Это коренные малочисленные роды То есть, у них рыба из свободной продажи То квоту, которую они отлавливают, они имеют право реализовывать Поэтому в большей части у них приобретается рыба И, ну, я думаю, что многие рестораны покупают и у них, в том числе, рыбу Конечно, где-то есть и браконьерский, да, там, процент этой рыбы То есть, рыбу привезли в ресторан напрямую, там, сдали Может быть, допустим, под те же документы, когда покупали у коренных малочисленных народов, да Где-то остались там документы Может, под эти документы еще скупалась браконьерская рыба Такие факты тоже, я думаю, что имеют место быть Ну, а это те, которые, допустим, турбазовый, либо экономит Ну, там просто, как бы, браконьерская рыба попадает И здесь же ее, как бы, готовят и продают Просто, может быть, что есть смысл ужесточить контроль за их деятельностью То есть, посмотреть, там, прийти, там, все холодильники посмотреть Мы летом еще в Кабанском районе По нескольким населенным пунктам проехали Общались с местными жителями, с населением Они говорят, мы, в принципе, как ловить, так ловим Рыба только дороже стала То есть, им в плюс Есть какие-то факты, когда, вот, реально, местное население ловят? Ну, факты, безусловно, есть То есть, я думаю, что сейчас будут подведены итоги Все интересовые компании Ну, не только интересовые компании, а вообще по запрету Я думаю, что и МВД, и органы рыбоохраны Отчитаются о том, сколько возбуждено уголовных дел Сколько людей привлечено Сколько административных правонарушений Поэтому я думаю, что там идут, ну, не на одну сотню уже дел Вот, я сейчас точной цифрой не обладаю Но я могу сказать, что это достаточно большое количество людей Которые привлечены и которые пойманы на этом На промысле рыбы, ну, и задействованы на этом Ну, вы как руководитель профильного предприятия Понятно, у вас есть определенное мнение о запрете рыбы Но вот, субъективно, ваша позиция Нужен запрет? И как долго он еще нужен? Ну, запрет в любом случае, он нужен Он должен быть, во-первых, даже для того, чтобы переломить сознание людей Что все-таки Байкал, хоть и говорят, что там бездонная мулевая бочка Ну, как по последним данным научных организаций Он не такая уж и бездонная И сокращение количества даже тех же производителей Заходящих на небес, это такой достаточно серьезный сигнал Понятно, в этом году такой момент случился Что нам удалось заложить Но здесь еще и сама природа помогла В этом году достаточно очень многоводные годы То есть вода пришла И, конечно, может быть, еще и с этим связан достаточно большой подход рыбы И она более смелее заходит в водоемы Вот, поэтому запрет, он, безусловно, ломает сознание людей То есть люди начинают понимать о том, что, да, ну, нужно как-то вздуматься Нужно, и те же, допустим, лишний раз приезжающий турист на Байкал Может, где-то не поставят все эти Да, я, допустим, знаю, по иркутской стороне Очень активно практиковалась ловля с катеров на фару рыбачить Хоть он и запрещенный вид ловли, да Но, тем не менее, вот сейчас такая тенденция Допустим, уже многие люди просто отказываются туда ехать Отказываются заниматься этим промыслом Ну, во-первых, так же можно же и попасться на этом, да И там достаточно дешевое удовольствие То есть сюда тоже, если едут люди, то достаточно обеспеченные У которых есть там свои какие-то там и жизненные там опыты И имя какое-то есть, да, которое не хотелось бы как-то подпортить И то, что рыбу вывезти, тоже достаточно сложно Поэтому с этой точки зрения, конечно, это в головах есть А с другой стороны, даже промышленность, да, вот она сейчас не ловит Но они же тоже задумываются, то есть для чего То есть чтобы не замыкаться на одном виде продукции, да Не только на умоле, но и осваивать и другие виды рыб Допустим, везти с Дальнего Востока здесь перерабатывать продукцию Дальновосточные рыбы делать Здесь местные виды, да, ну там же у нас и сазан, там и карась Но другие виды рыб есть, которыми тоже можно стараться перерабатывать и поставлять на рынке А у нас все замкнулось на одного омуля, да Но и самое главное, уже достаточно много поступает предложений и совместных таких вот О предложении совместной деятельности, допустим, именно рыбопромышленники готовы Вот в том числе рыбозавод Байкал, да, допустим Они готовы тоже финансово поддерживать, именно выкупать какую-то часть там личинки Какую-то часть молоди омуля И как бы просто выпускать для того, чтобы эта рыба была, чтобы она жила от абсолютно какие-то безвозмездные акции То есть это... Как долго продержится запрет? Об этом сказать достаточно тяжело Это больше научной организацией занимается по тому, как они сейчас будут проводить мониторинг Если, конечно, популяция захода производителей будет увеличиваться, то, может быть, это произойдет быстрее Но вообще запрет у нас введен до того момента, пока... У него конкретной даты нет, ну, такого срока, да Но до того момента, пока рыба не восстановится в Байкале в полном объеме Ну вот если по вашим заводам судить, то есть это какое количество? Когда у вас вы будете в год миллиард закладывать личинок или там полтора миллиарда? Вот у нас по Большевицинскому заводу, да Где-то для того, чтобы нормально вывести Байкал из кризиса Мы должны выпускать порядка 400-500 миллионов личинки, да, в год Вот, в принципе, по этому, ну, по Большевицинскому заводу мы в этом году, так сказать, выполняем это все, да Ну, выполним эти все функции, все задачи Основной на полупор, конечно, нужно делать населительную популяцию Так как она больше всего участвует в промысле Она такая самая популярная В основном то, что на рынках продается, то, что идет в пищу, да А тут селингинская популяция, конечно, мы сейчас будем на нее делать упор И когда вот эта вот популяция восстановится достаточно серьезно, да, в больших объемах То, конечно, я думаю, что можно снимать вопрос и о, ну, так сказать, об окончании запрета Ну, здесь, я думаю, что вот год-два будут наблюдать Будет все смотреться, как это ведется, как идет заход производителей Как рыба себя проявляет И будет видно, я думаю, что запрет, ну, это не вечная такая А как, кстати, поживает ваш детский сад омулевый на реке Итанца? Ну, он поживает достаточно глубоко Это как раз вот селингинская популяция Да, 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 это селингинская популяция И на нем на сегодняшний день где-то порядка, ну, на сегодняшний день, пока еще сбор икры положается На нем где-то порядка 30-35 миллионов молодей, не молодей личинки Ой, икры омуля заложено И, кстати, за последние годы, это, ну, достаточно давно просто икра уже не инкубировалась на селингинском заводе В этом году мы его запустили с самого начала И полностью весь процесс инкубации До апреля месяца он, как бы, будет принимать участие полностью в инкубации Вот, кстати, по поводу заводов Тот же Большереченский завод еще, там, пару лет назад, он вообще был в предбанкротном состоянии Сейчас сколько заводов работает и как они себя чувствуют? Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день по Большереченскому заводу на самом деле были очень серьезные проблемы Особенно в конце 2016 года Люди на этом заводе больше года, там, порядка полутора лет не получали заработную плату Мы, когда завод этот был передан в Главривод, мы погасили все долги по зарплате Мы полностью поддержали людей и работу завода полностью восстановили Сейчас он не просто работает, сейчас по нему уже готова проектно-смертная документация на его реконструкцию И сейчас она уже находится в... ну, сдана на экологическую экспертизу Вот, как только она будет пройдена, я думаю, либо на следующий, либо через год Там будут вообще серьезные масштабные работы именно по реконструкции Мы его отстроим, так сказать, ну, не с нуля пусть, да Мы проведем полный капитальный ремонт с заменой котельных, с заменой всех сетей, которые находятся в реке С заменой системы, там, этой водоподачи, все остальное То есть это будет новый ультрасовременный завод уже с новым оборудованием и достаточно серьезными мощностями И такая же работа запланирована по Селингинскому заводу То есть два наших основных амулевых завода, они будут отстроены практически полностью Сейчас мощность заводов какая? То есть вот почти полмиллиарда икринок заложено на Большейшинском заводе Он может еще принять или нет? Да, мощность Большейшинского завода почти 1 миллиард 700 миллионов То есть даже в том состоянии, в котором он сейчас? То есть в том состоянии, в котором он есть, да, он готов принимать, принимать и принимать Разведение осетровых как у нас движется? С осетровыми у нас, в принципе, вообще больших, ну, именно по разведению больших проблем нету, да То есть мы достаточно эффективно по осетровым работаем, уже работаем много лет. Это вот Амулевая завода пришли в 2016 году, а осетровая, они достаточно давно ими занимаемся. И у нас на Гусином озере есть садковое наше хозяйство, где на сегодняшний день сидит порядка 6500 штук ремонта маточного стада. В принципе, нынче уже отобрано около 200 производителей на следующий год, которые нам отдадут икру, и мы их проинкубируем, подрастим и выпустим в реку Селинга и вообще в Байкальский бассейн, где необходимо зарубление осетровыми, мы будем производить. Как скоро можно будет отведать байкальская осетрина? Ну, отведать-то можно, просто он в Красной книге, как бы очень опасно сейчас. Ну, вот я и говорю, но вы же его наверняка разводите, чтобы вывезти из Красной книги. То есть для того, чтобы он проявил себя, конечно, то, что мы на сегодняшний день делаем по осетровым, недостаточно. Мы выпускаем где-то порядка миллиона подорочных молодей осетра, для того, чтобы он эффективно восстанавливался, необходимо около 4 миллионов подорочных молодей. Конечно, для этого пока мощностей не хватает, ну и самое главное, не хватает финансирования. И даже вот в том, в той федеральной целевой программе, о которой мы говорим, которая идет на восстановление, она, к сожалению, идет только по омулю, и, конечно, будут восстанавливаться именно омулевые мощности. А осетровые мощности, они, пока на них нету невозможности. Ну, допустим, нам за свой счет, это достаточно дорогостоящее, и оборудование все серьезное там надо. И все-таки УЗВ надо ставить, то есть устройство замкнутого водоснабжения, чтобы можно было четко контролировать ремонт созревания самок. Если, допустим, нарушить условия, при которых самки созревают, то и крам может быть достаточно низкого качества, и очень много рыбы может погибать. Поэтому вопрос, конечно, финансирования, если это финансирование будет, то мы готовы. То есть сейчас, правильно я понимаю, что осетровыми вы занимаетесь разведением осетровых, занимаетесь полностью, исключительно из-за своего желания? Ну, почему нет? У нас установлено государственное задание, и на то государственное задание, в той части, которая установлена, мы занимаемся, ну, то есть только сколько денег дают, настолько мы выпускаем, скажем так. Хорошо, и последний вопрос. Из этого полумиллиарда амулевой икры, которая сейчас есть, сколько доживет? Какая вообще процентовка? Ну, достаточно сложно ответить на этот вопрос, потому что это... Хорошо, в идеальных условиях. Сколько вы планируете выпустить? Нет, мы, у нас там, в принципе, отход состоит где-то за инкубацию порядка 10%, да, то есть, ну, мы должны выпустить, вот мы сейчас вот там полумиллиарда заложили, у нас по госзаданию, мы должны выпустить 400, там, 2-403 миллиона. То есть, эту задачу мы, конечно, выполним, и я думаю, что мы даже и перевыполним ее, да, по количеству, просто не будем загадывать, ну, по личинке, я думаю, что мы перевыполним эту задачу. Спасибо большое, что нашли время, пришли в нашу программу. Это была программа «Актуальная тема», и мы говорили о проблемах разведения омуля в Бурятии. До свидания.